Итак, приближается 25 февраля, день Маслениц, Масленичный день, день праздника и день фестиваля, который пройдет на базе строгого училища. Вот видите, у меня поправляет академия, но я человек старозакалки, все-таки, извините меня, но это все-таки в троганном скорочности. Разрешите мне представить людей, которые организовали это мероприятие, которые вложили душу в это мероприятие, которые отвечают за это мероприятие. Во-первых, Мария Геннадьевна Круглова, замкафедрой. Что интересно, женщина, которая командует кафедрой художественной обработки металла. Интересно, да? Ну, наш кузнец, народный кузнец Георгий Александрович Баранов и его ученики Иван Фарин и Алексей Шербаков. Значит, это часть творческой группы, которая, так сказать, разработала идею и реализовала идею из направления некого такого символа, именуемого дальнейшим Жар-птицем. Но я прихожу всегда к мнению, что если мужчина добивается чего-то в этой жизни или теряет что-то в жизни, рядом с ним всегда женщина. В этом случае, как это и повезло, с этой женщиной они приобретают, не знаю, вряд ли что теряют, поэтому мы, так сказать, мы гнадьевны. Здесь не потеряем все-таки ничего. Нет, мы в этом уверены. Я в этом уверен, поэтому мы гнадьевны. Вот расскажите, с чего вдруг птица-то? О, ну, тут такой вопрос философский. Опять же, как-то так получилось. Ну, в принципе, образ Жар-птиц, он же такой для русской традиции очень многогранный и интересный. К этому образу обращались масса художников и художники начала 20 века. Мы помним и Бенибина, наверное, да, и каких-то других, да, известных графиков и живописцев. Ну, и, в принципе, это такой образ, который связан с одной стороны с металлом, потому что все-таки жар, огонь, да, и птица. Это такое стремление, полет, стремление вверх, какое-то творческое начало. Для нас тоже бы этот образ мы считаем очень интересным и важным для нашей кафедры в частности. И поэтому, наверное, мы на нем остановились. Плюс птица Феникс, да, это такая самовозрождающаяся энергия, которая тоже сейчас для нас актуальна. Потому что кафедра у нас существует давно, с момента основания строгановки. Но я здесь не очень давно, поэтому надеюсь, что я какую-то свою новую энергию постаралась. Сразу вопрос, сразу вопрос, как вы, женщина, красивая женщина, вдруг металл? Ужешь только уроды, как это металл? Некрасивые мужчины. Я хочу сказать, моя судьба, она как-то... Во-первых, я закончила эту кафедру в 88-м году сама. Я сама, да. Потом на базе моей группы был организован первый в России кооператив Кузнечный. Это был как раз 1988 год, заря кооперативного движения. Это был кооператив Прометей, который потом отсюда переехал на завод Серп и Молот. И там работали, в общем-то, основатели такого кузнечного движения в России нового времени. Там мы познакомились с Георгием Александровичем Барановым. И с тех пор мирно существуем 30 лет. Такое впечатление, что вы знаете, как физики плюс и минус. Разнополисные. Да. И, конечно, с Прометей началась, как я всем студентам рассказываю, тоже история наша. И с этого кооператива началась, в общем-то, кузнечная жизнь страны. То есть сейчас огромное количество предприятий, последователей, учеников прекрасно работают и, в общем-то, составляют славу русского кузнечного искусства современности. Вот. Поэтому пришло время, и меня позвали сюда работать. Это было два года назад. Знаете, жизнь, она по спирали развивается. Я, в общем-то, два года назад еще не думала, что я вернусь на кафедру в лице ее заведующей. И я поняла, что я не могу, когда меня позвали отказаться, потому что я пришла сюда и увидела, что здесь как-то несколько такое затишье. Мягко выражающие наблюдается. Музей надо, да? Да. И я поняла, что я не могу как-то, когда вокруг такая активная кузнечная жизнь живет в стране. Ну, не только кузнечная, но, собственно, художественный металл развивается. Огромное количество выставок. Какая-то целая такая уже появилась индустрия, может быть, это не назовешь. Но, во всяком случае, огромное количество людей, которые работают и получают, ну, действительно их работа востребована. А здесь как-то вот тишина. И я поняла, что, наверное, действительно надо как-то начать. Вы любите кузнечное дело, да? Да, очень, конечно. Как же я могу его не любить, если я им занимаюсь? И это как-то, знаете, уже как-то... Я понимаю. Я люблю вообще не только кузнечное дело, потому что кафедра занимается не только ковкой. Она у нас, естественно, в том объеме, в котором позволяет это современное образование. Мы стараемся научить наших студентов и работать с моделями, да, то есть с литьем. И у нас отдельное такое направление, это ювелирное искусство есть, которое он тоже, в общем-то, особо нигде не учит. У нас за эти два года нам удалось привлечь чудесных педагогов, ну, вот Юрия Александровича в том числе, да, и мастеров. И во всем этим направлениям мы стараемся как-то по чуть-чуть развиваться, да. Я думаю, что как-то по нарастающей пока идет все. А у вас была мечта? В детстве? Нет. Или сейчас? Или когда? Я понимаю, мечта, как человека, роботу с металл. Ну, я хочу сказать, что, наверное, у меня, каждая моя работа, это такая моя новая воплощенная мечта. Поэтому я стараюсь вот их все время воплощать. Потому что нереализованные мечты, они убивают и как-то, ну, отбирают силы, да. Поэтому очень важно придумать себе мечту, да, и потом ее реализовать. Вот я с этим столкнулся. В Златоусте очень хорошее оружие делают, но там художник наружу предлагает Наташа Рябинина. Очень интересный художник, самобытный, мирового значения уже. И вот я спрашиваю, как ты делаешь оружие, как идет процесс, мне очень интересует Торсик. Она говорит, я придумала себе принц, я его собираю на войну. Я собираю на войну. Вот некая такая реализация. Ну, все мечты выполнены или нет? Да нет, если бы все выполнены, уже здесь нечего было бы делать. Хорошо. Скажите о ваших студентах. Студенты прекрасные. Вот здесь как раз два из большого количества прекрасных студентов. Один студент третьего курса, это Иван, который уже на будущий год у нас будет выпускным курсом. Сейчас образование у нас 4 года, 4 года плюс 2 магистратура. И, естественно, он уже такой студент со стажем. Алексей Щербаков, это студент нашего второго курса. Стаж у него поменьше. Но желание и интерес к художественной ковке огромные. Как раз могу сказать, что и Алексей, и Иван летом, в прошлом, ездили в Златоуст, о котором мы вспоминали. И проходили практику как раз на прекрасном предприятии АИР. И привезли оттуда очень интересные работы, которые мы вообще почувствовали, что значит большое современное оружейное предприятие. Еще, к сожалению, у нас не присутствует студент Федор Леонов, студент первого курса, потому что он заболел. Но он тоже один из троих человек, которые являются инициативной группой. И которым-то, собственно, и принадлежит авторство этой скульптуры современной, кузнечной, которую мы будем изготавливать в процессе фестиваля. Ну а мы, естественно, поскольку я еще являюсь членом Президиума Союза Кузнецов России, то мы с Юрий Александровичем, имея некий опыт проведения фестивалей, как-то решили все это организовать, провести на базе Строгановки. Нашли, надо сказать, очень такой отклик у администрации, которая всячески нас поддерживает морально. Вот, и, соответственно, мы надеемся, что у нас все получится. Спасибо. Так, ребята, теперь к вам. Итак, получено задание было, да? Идея же не у вас родилась? Только честно. Как-то не у них. Нет, идея сам посыл, что птицу. У них. У вас и у меня. У них, у них. Это слово «жар птица». Что с нашей стороны скажем? А, вот уже развитие образов. Они, да, само слово, но все равно считается, знаете, как, я просто, поскольку педагог, то мы, педагоги обычно, задают проектное задание. Но дальше, на базе этого проектного задания, уже студенты как-то эту тему развивают, и каждый по-своему преломляет. Поэтому я и говорю, что это их все равно. Я не сомневаюсь, ничего не сомневаюсь. Я просто говорю, ребята, давайте начнем, вот как оно, вот с чего началось. Только не с одна миссия, а вот давайте вот отсюда начнем. Занусь. Ну, мы долго думали, что должно оно в итоге быть, и, к сожалению, это была очень жесткая борьба между мной и Алексеем, потому что Алексей привержен традиции, а я пытался как-то поновее сделать. В итоге пришлось еще педагога подключать, чтобы я не совсем так с неподкрепленными словами и аргументами оставался. О, то есть мы там вдвоем доверили, да? Ну, да, да, пришлось чуть-чуть скомпинироваться. Вот. И в итоге, что в конце вышло, что у нас конструкция, на самом деле, с ними смотрите, очень простая, потому что в основе ее лежит одна правильная окружность, и сверху вторая. И такой некий символ вечности, да? Можно его смотреть, там, виньянь, что-нибудь там, в таком плане, взял такое сечение. Правда. Спираль Фибоначчи. Да. Все-таки что-то, учим все-таки что-то. Можно и с этим. Вот. Вот эти все линии, они пересекаются друг с другом и по многу раз так, чтобы конструкция была жесткой. Потому что сначала то, что у нас было нарисовано, это было... Ну, давайте посмотрим, что у вас нарисовано было. Есть? Покажите эскиз. Вот первый можно эскиз показать, надо здесь есть. Поднимите, да. Нет, я думаю, большой не надо. Во всяком случае, сначала была такая птица. Да, и огня, и внутрь, и даже птица. Ну, это вот здесь живопись. Это первый эскиз, он как раз достаточно традиционный, он сложный, с ориентацией использования лазерной резки и прочего. В заготовку. В заготовку, да. Для этого банально не хватило бы времени, и все-таки это действительно традиционная такая вещь, и меня удивили в том, что нужно двигаться куда-то дальше к современному искусству. В итоге происходила такая трансформация эскизов с учетом технологичности, с учетом упрощения, и все-таки пришли с консенсусом. В итоге то, что мы видим на эскизе, и то, что мы видим в макете, будет как-то реализовано, конечно... А вот эти вот эскизы, вот это что? Это чертежи, это как раз мы видим то, как она трансформировалась с учетом консультаций. Мы же все-таки высшее учебное художественное заведение, поэтому каждое наше произведение, которое выходит из рук студентов, тем более, оно должно, во-первых, нести какое-то новаторство, потому что мы должны, ну это задача такая художника, выходящего из стен Строгановки, должны двигать искусство вперед. Естественно, есть какие-то у каждого педагога идеи, есть тенденции какие-то, будем говорить, мировые, в рамках которых развивается любое направление в искусстве, в том числе и художественный металл. Поэтому нам хотелось бы, чтобы эта работа тоже, с одной стороны, была и на традиционную тему, но самое сложное, это всегда сделать вещь технологичную, с одной стороны традиционную, но с другой стороны новаторскую, да, то есть на базе традиционных ценностей сделать некую инновацию. Вот это самая сложная задача, в данной ситуации мы ее себе поставили, всей кафедры, и я думаю, что студенты наши с этим справились, и она действительно будет сделана на фестивале, и мы увидим. Вернемся к процессу изготовления, так, к процессу, сидели, подумали, решили, что-то получается, по общим правилам, то, что на бумаге, то, что в жизни совершенно противоположные вещи. С точки зрения технологии, вот красивый эскиз, это шикарный эскиз, мне нравится, но надо правильно сказать, что нужно некой технологии, нужно все-таки такое внешнее делать, здесь очень тяжело заковывать. Дальше процесс так шел. Вот когда, уточним, например, делают модель одежды, да, вот, Юдашкин нарисовал, он отдает технологам, технологи уже разбивают, рисунок на составляющие, потом, вот, там, все, и на цехе, и вечно рождается. Здесь вот это вот, от образа к макету, к железу, как оно проходило? Сами делали, или это кто-то помогал? Ну, помогал, частично, конечно, Владислав Львович, он пришел, сразу, вот, такой, какой-то, да. Ну, сомневшим, помогал, 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 искусство, да, у нас все здесь его... То есть, получается, здесь некий симбиоз? Конечно. Ну, собственно говоря, у нас одна кафедра, поэтому мы не делим, ну, будем говорить, конечно, Владислав Львович Глынин, это ювелир с мировым, да, во-первых, он универсальный человек, а с другой стороны, он ювелир с мировым именем, он входит в пятерку лучших ювелиров России, поэтому, тоже выпускник Строгановки, в свое время он закончил факультет дизайна, тогда еще не было, ну, собственно, естественно, ювелирного никакого образования, да, но при этом это человек с огромным опытом и просто очень интересный творческий художник. Поэтому, конечно, когда мы обсуждали, мы позвали всех педагогов, у нас есть еще второй очень интересный педагог-скульптор Алексей Алексеевич Шпаковский, тоже он один из участников группы АФ плюс С, это самая, считается, интересная творческая группа в России, победившая, российская, победившая на Международной биеннале современного искусства несколько раз, группа с огромным таким потенциалом, которую вставляется сейчас в музеях мира, самых известных, и он делал для них скульптурную часть, да, то есть у них такие инсталляции, очень интересные, и всю скульптурную часть делает Шпаковский Алексей Алексеевич. Вот, поэтому, естественно, когда такие силы собираются в одном месте, то потом результат не замедлится, казаться, вот он, собственно говоря... Вот, конечно, ты благодатно таким понимаешь. Да, вот он, собственно говоря, и этот результат, и я думаю, что получилось, что, конечно, с одной стороны, эти люди авторитетные очень, да, и могут... Но, с другой стороны, они очень четко могут направить мысль студента, ну, как-то быстро ее в правильную какую-то сторону. Красными флажками ограничить, да? Да, ну, даже не, не то, что не ограничить, тут просто... Чтобы не растекаться мысль. Да, 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 поскольку здесь есть, конечно, ребятам еще тяжеловато работать в таких условиях полевых, да, потому что учебный процесс, он предполагает долгое проектирование, такие долгие размышления, да, на тему образа, то есть там есть, как бы, строгановки методики мужской студии «Носкрыт» существуют, поэтому здесь каждый шаг, он, естественно, методически оправдан. А здесь, получается, полевые условия, что надо быстро придумать, быстро сделать и еще успеть сделать в определенное отведенное время, потому что фестиваль, он имеет, ну, конечные цифры, ну, часы начала и конца. И, конечно, здесь, поэтому все и помогали, это дружно. Герой Александрович, вот давай, к вам перейдем. Итак, ребята попали в ваши, так сказать, нежные лапы, да? Как они, как вытянутся? Они тут, правильно? Куда? Вверх, вверх. Вверх, вверх. Вверх, в смысле, вверх, в смысле, вверх, в смысле, вверх, в смысле, вверх. Вверх, вверх, на металл, пачканый кузнец, кузнецы, вернем, вверх и вот, вверх, раз, скажем. Может, расскажем все, такими ребятами. Отношение к МСУ? У них? Ну, отношение живое и, в общем, самое главное, в данной ситуации, конкретно, когда они учатся, это желание учиться. Желание есть, всё. Вот на выт уже достаточно. Дальше всего лишь надо четко вывести технику безопасности, чтобы не было травматизма и шахтеров. По пальцам кулаганин? Нет. Ну, там все очень просто и очень жестко. И музыкование не садится? Ну, это заповедь, да, это уже правило поведения будет, естественно. Все это было рассказано, показано и так далее. Они обеспечены рабочей одеждой, социальной защитой. А дальше, нахождение в условиях реального производства, это благоспособная компания, где они удовольствующие позиции. Да, партнер, базовое предприятие. Базовое предприятие для предприятия, любые практические занятия, да. И, соответственно, у нас там есть и оборудование, которое мы можем задействовать, и площадь, где мы можем, в частности, вот эту замечательную скульптуру собирать. И самое главное, что Геннадий даже сказал, что совершенно другая со стороны даже картина, когда студенты занимаются воплощением не просто проекта учебного, а некого серьезного творческого объекта, который еще и будет там... А вот не бойтесь, что план высокого задания идет? А если низкую ставить, то прыгать не будем. Мы не боимся. Ее просто перешагнуть незаметно. Невозможно успехи трост не... Ну, представляете, теперь они уверены, что они продолжили эту планку. Значит, они еще больше план, чем даром. Конечно. У нас, знаете, очень хитрые... Туденческим языком попали, да? Попали. Попали. Нет, это, что все попали, уже понял даже первый курс, который... Собственно, сейчас нет Никиты, которому пришлось ночью за 20 минут нарисовать логотип. Тоже у нас еще один есть участник. У него не было выхода. Он случайно попался в коридорию. Нет, он попался, когда он сюда поступил. Потому что Строгановка, это высшее учебное заведение, есть несколько средних учебных заведений у нее как бы дочерних. Вот одно из них, училище прикладного искусства, бывшее, Палининское. И оттуда у нас в этом году поступило несколько человек, очень способных, интересных людей. И один из них, он вообще не собирался поступать на металл, а поступал на графику, на дизайн графический. И в начале года он сказал, ну ладно, я тут получусь как бы, ну а потом, может, переведусь. Вот сейчас уже второй семестр пошел, я говорю, ну что, будешь переводиться в конце? А он мне говорит, нет, пожалуй, что останусь. Рисовать есть. Вот прорисовать. Алексей, ну расскажи, что кроме, у тебя тоже основной вот вопрос, что кроме ковки? В смысле творчества? Живопись. Живопись. Какое, что ты любишь? Живопись, пейзажи, я заканчивал колледж искусственное заведение, живопись, после колледжа уже вступал сюда. Ну как бы, живопись для себя. В каком стиле? Реализму. Ну вот эта вещь больше символизма. Естественно. А это абсолютно разные вещи. Здесь, у меня, например, было очень сложно перестроить живопись на металл. Сложно с точки зрения внутреннее состояние или технологически? Технологически. Технологически. Ты когда куешь, ты куешь, ты видишь это в живописном образе? В зависимости от поставленной задачи. Вот ты взял кусок металла. Я почему спрашиваю? Потому что он тоже связан с этим делом. Каждый художником по-разному видит. Это сверху какое-то наитие, да? И руки ведут. Но все равно ты же это видишь, ну не знаю, образно говоря, гвоздь. Ну это курицу, конечно. Извините. Но ты видишь его написанным на эластичной манере? Или ты просто вот кто-то, я не знаю, говорит, что у него свое видение, да? У него свое видение. У него свое видение. Вот живопись она помогает тебе? Или она некое такое вот препятствие создает для руки? В данный момент она не помогает и не притаскивает. Это два направления, которые вы управляете. Смело. Смело. Молодец. А ты? Ну, я всего понемножку. Хочется попробовать. Так. Это все, если дело святое, все понемножку хорошо. Дозу главное знание, да? Знание тоже. Я к тему. Увлечения какие с точки зрения творчества? С точки зрения творчества. С точки зрения творчества. Музыка какая? В смысле? Музыковая история. Конечно. Тяжелая. Метоническая. Ну, и стиль такой же, да? Ваня, расскажите про ваши чудесные исторические, про клуб Строгановский. Да. Мы в этом году организовали в МКХПА имени Строганова клуб по историческому средневековому бою, который на самом деле от реконструкции отошел очень сильно. Мы занимаемся в основном физической подготовкой и боями один на один. То есть более тяжелыми, чем обычно занимаются реконструкторы. То есть они непостановочные. Отрабатываем удары, ставим руку, учим приемы, в том числе и борьбы. Вообще как бы в мечтах пойти на какой-нибудь более такой серьезный фестиваль когда-нибудь. Может оно и случится. Вот. Недавно добились разрешения, чтобы пропускали людей извне тоже очень много желающих. Проводим как бы тренировки. Ну мы с материалами, понятно, да. И слава Богу, что… Ещё такой момент. Вы понимаете, что вы создаёте, да? Сознаёте ли вы не что? Вы создали некую такую точку отчёта, точку опоры. Уже теперь позволит вашим преподавателям, вашим сокурсникам идти куда-то совершенно в неожиданную сторону. Как-то в сознании. То есть или это так? Раньше не с очковал, конечно. Молодцы. 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 Мы трудностей не боимся. И слово «не боимся» здесь ключевое, да. Поэтому мы все, естественно, студенты, мы их уже заразили своим трудоголизмом. И поскольку в профессии нету малых вещей, да. И естественно, что нужно готовить себя к профессиональному труду. Нужно, естественно, стараться за время обучения освоить максимальное количество материала. Тем более, что здесь есть помощники, которых может не быть дальше, да. И уже дальше придётся самому как бы пропахивать какие-то и справляться с трудностями. А здесь такая атмосфера и обстановка, что есть помощники, есть кто поможет, направит и так далее. Поэтому, конечно, это время с пользой использовать. Расскажите, пожалуйста, парадокс. Я замечаю, что почему-то большее количество в процентном отношении девушек идут в Кузину. Чем это вызвано? Это вызвано тем, что девушек, наверное, просто больше, я хочу сказать, рождается. Начинается. Я сам не знаю. Иваново город невеста. Ну, может быть. Чем это вызвало? Вы знаете, наверное, ну, как-то в нашем... В дальмоде или что это? Ну, я не знаю. Ну, может быть и так, стереотипы. Или их отсутствие, наоборот. И, знаете, разные пути могут привести. Ну, потом, я сама, собственно, женщина, девушка. И я могу сказать, что есть место. Не обязательно стоять с молотком на ковальне. Да? Ну, во всяком случае, работа есть всегда. Понимаете? Поэтому, естественно, каждый человек... Ну, женщина, как говорили, пел в солнце в пустыне, тоже человек. Да? Поэтому, естественно, что... Ну, это шутки. Но, во всяком случае, очень много творческих людей, которые... Я, как бы, тут был какой-то гендерный принцип не применял. Да? Просто... Всяка подоглёте просто интересна. Не-не-не. Я просто хочу сказать, конечно, могу сказать, тяжеловато, когда в Лёшиной группе у нас два юноши, остальные девушки. Три. А, третьих. Три, да. Три юноши и остальные девушки. Конечно, как-то, когда... Или, там, четвёртый курс, у нас там один юноша, остальные девушки. Конечно, будем говорить, какие-то, ну, сложные, те же кузнечные, вещи, наверное, тяжело делать. Но, в принципе, делать именно, исполнять, выполнять. Конечно, большая нагрузка уложится в любом случае на мастеров. Но и то, вы ходили по коридорам нашего... нашей академии и видели, там, на втором этаже, где у нас выставлены дипломы. В общем-то, там, вот, в прошлом году Олеся Танченко сделала огромного кита. Он там стоит. Ну, видел, да. Да. Потом ворот у нас стоит во дворе, который сделала конфетки на Лиза. И там же стоит адуванчик Ольги Тумановой. То есть, это всё... Два с половиной метра. Да, два с половиной метра высотой. Это всё совершенно их руками сделаны, причём ещё с эмалями, да, с венгерскими. Поэтому здесь я бы не стала как-то так уж, как бы, девушек травить, я бы сказала. Вот. Ну, конечно, конечно, когда Яна приручилась, у нас было три девушки, остальные юноши в коллективе. Но, вообще, у мальчиков струненьки меньше стало, понимаете, я хочу сказать. Это, видимо, какая-то такая тенденция. Все, наверное, ушли в программисты, я думаю. Но Вы же знакомы с молотом и наковарами? Я, конечно, знакома. Вот я этот вопрос задаю всем дамам лица иностранных. Что говорит дама Кузнец, когда попадает с молотком по пальцу? Ой, наверное. Ну, да. Французенки задал тогда вопросом. Мои бедные там ума купала. Как я не могу это переводить на русский язык? Ну, конечно, да. Русский язык тоже. Ну, вот я говорю, что для того, чтобы был, конечно, когда одни девочки в группе, это тоже такая, ну, не очень, там, другие какие-то свои, наверное, начинаются. Чин, когда одни мальчики, то тоже, тут все вокруг очень быстро изучают русский язык. Со всех сторон. Со всех сторон. Со всех сторон. Ну, по традиции. Все-таки Кузнецами хранители традиций. Очень много всяких разных вещей. Ну, даже говорили, что Кузнецы какие-то связаны с темными силами. Ну, как? Ну, не так. Не так? Они связаны с космосом, как все художники связаны с космосом. Ну, не с космосом. Ну, с космосом всякая привилитация. Я узнаю, что, например, тот же самый Миндович Архангельский руками и ногами отказывается делать изделия из метеоритного железа. Потому что, что оттуда пролетит, никто не знает. Может быть, это на уровне байки. Ну, нет, нет. Это я лично слышал. Ну, нам, например, пришел тот заказ сделать приз для клуба вампиров. Я поэтому тоже отказалась, понимаете? То есть, кровушку не пьете? Нет. Я даже его не донесла до студентов. Думаю, это... Ну, а кто бы и он сделал? Нет. Тяжелый уровень. Отвечаю. Как он сделал, Михаил Петрович? Смотри, какой. Другое... Знаете, как в Магните есть, да? Плюс и минус. Вот мы со стороны плюс. Да, мы умеем, наверное, там что-то... К нам приходят... Мы это чувствуем, на самом деле. Ну, во всяком случае, я могу сказать, что... Знаете, кажется, человек решает, с кем он и где он. Поэтому мы тут однозначно с положительным зарядом. Я буду сформулировать на вечном день, а сейчас выработанное за 29 лет практической деятельности. И всем клиентам, которые начинают ненучить, когда что-то там вывалится, я говорю, все успокойся, все будет замечательно. Потому что бешене древнет. И если началась какая-то чернуха, значит, нам уже вредят, потому что должно выйти красиво. Установка... Установка... Какие-то такое успокойся... Да. Не-не, это нам не кратно повторялось и подсказало. На самом деле, кузьминское место, я думаю, еще... Скажите, пожалуйста, Высович, о традициях, о кузнещах, чего делать нельзя. И для... Эти вещи Вы расскажете ребятам? Для... 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 Я говорю о суевериях. Не надо там... Нет, это не суеверие, это просто практика прививания, скажем так, определенной культуры труда, которая начинается с культуры поведения. Первонаперво, что должен себя делать, когда пришел утром в кузне, чтобы полить пол водой, подмести его... Да, кстати, я видел Вас, он начал... Я удивлен, у меня много веков не бывало, не здесь и за рубежом. А это... Ну, как хирургическая чистота, вот это... Это несет два момента. У нас в сегодняшнюю группу все... Такие глаза были, очень вычисто аккуратны. Два момента. Два момента были, вдыхали, в результате, чисто медицинский момент. Второй, пока человек подметает, он уже начинает... Причем, подметание происходит после того, как огонь зажег. Пока разгорается, время, чтобы оно не пропадало, да... Ну, подметает. Конспекты читает? Все, что угодно. Вот. С одного стола должен быть чистым, надо подготовиться к этому, сосредоточиться. Вот. Категорически нельзя садиться на наковальню, в заднице. Потому что наковальня – это наш хлеб. Ни один нормальный человек нахлеб не садиться. Если садиться, то ненормально вылетает моментально. Вадим Вадим Седаренко, наш замечательный педагог, много лет в Московском первом институте преподавал, Воснуков. Он выгонял беспощадный, вообще больше не разрешал заходить. Так вот, что-то ситуация. Нельзя в огонь открывать. Это уже выше уровень хамства. Это тоже моментально, навсегда. Потому что японцы, например, они кузницу моют ежедневно. Действительно, как операционную. Наш замечательный мастер-оружейник Федор Алексейский пять лет изучал кузнечное спешку в Японии. Полгода он учился мыть кузницу. Полгода. Он учился? До тех пор, пока мастер не убедился, что моет правильно. После этого его начали допускать. У нас нет столько времени, поэтому они... У них год за два. То есть они быстро учатся. Если было бы время, то тем не менее. Тем плавно было бы, да? Было бы, конечно. Дети ребятам повезло-ка. Лет восемь, если бы они учились, то полгода, я думаю, точно могли бы кузнец. Но все равно мы каждый день начинаем каждое занятие. Вот я хожу по коридорам, по аудиториям, и всем говорю о том, что надо бы прибраться. Потому что действительно... Ну, надо сказать, слушают. И, кстати, чем дальше, тем больше слушать начинают. Я делаю выводы, что все-таки люди взрослеют, и сами уже... То есть это уже становится в чем-то их какой-то... Ну, не потребностью, но, во всяком случае, привычкой какой-то. Ребята, а про педагогов, пожалуйста, так... В двух словах. У них есть позывные? Ильдеркорты не особо по мгновению. То есть нет такого? Ну, да. Наверное. Или не хотите рассказывать? Когда он учился, у всех наших педагогов были позывные. Ну, кто на выпуске сказал. Ну, хорошего никакого. Просто как-то... Да, конечно, есть, я хочу сказать. Мы просто... Мы все кушаем. Мы же живые люди, конечно. Ну, я говорю, что мы живы-то живые. Конечно, есть. Но мы этого не знаем. Ну, и хорошо. Мы все же должны знать. Ну, да. Пусть это будет тайной. Хорошо. Ну, вот мы потихонечку и заканчиваем наш разговор. Мы продолжим его на фестивале. Который состоится через две недели. Идет... Я вам скажу, что присутствует при заседании оргкомитета. Конечно, это... Это настоящий творческий мозговой штурм, да. Он генерально возглавляет все это действие. Стурмой рекоп. Стурмой рекоп. Да. Да. Как в анекдоте, чем отличается одесская мама террористов, да. С террористом еще о чем-то можно договориться. Таким, да. Но тем не менее, я думаю, что мероприятие получится. Я благодарен ребятам. Наверное, вы просто оказались в нужное место, в нужное время. И хорошо, что даже вот в этом... Ну, я скажу мало, но в большом деле, вы каждый проявили свой индивидуальность. И где-то ведь процесс идет обоимный. Процесс творческий. Процесс... Это ведь... Это ведь... Это только внешнее проявление вашего внутреннего мира. Где-то там, Леша пошел на компромисс с этим. Я тоже не люблю символизм, да. Люблю реализм. Ну, я понимаю. Я понимаю. Но тут надо... Знаете, задача была такая очень узкая. Мы, Леша, сказали, что его... Эскиз шикарный. Эскиз очень интересен, но делать его нужно долго и тщательно. И... Пока мы все это обсуждали, время уже ушло и очень сильно поджало. И, естественно, что нам нужно для того, чтобы это выполнить, естественно, больше участников и больше мощности. Ну, вы знаете, тут злевая работа... Ну, конечно, тут влияние русских казах видно, да. Ну, хотя... Хотя, действительно, из пламени сгорается что-то хорошее, доброе, вечное. И это у нас будет из живого пламени летать. Тут у нас будут стоять, так называемые, зеленские свечи. На закрытии фестиваля они у нас будут гореть. Не сгорит? Ну, если вокруг будет 7-10... Я не... Нет. Точно. Ну, хорошо. Это мы проверили. Спасибо вам большое. Удачи. Большое, пожалуйста. Успехов. Ну, встретимся на фестивале. Обязательно. Да, обязательно. Спасибо. Спасибо.